МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Голубенькая Катя, так как ночь и дождь и ветер, а я один, и мне не спится, и сердце щемит тоска. Я встал и сел писать тебе письмо. Да разразят меня громы небесные. Я очень беспокойный человек и очень непонятный человек. Это письмо от жениха Голубенька Катя получила 50 с лишним лет тому назад. Тогда ей было 19, и она жила в Самаре, а ему 28, и он уже уехал в Нижний. А теперь на дворе был май 48-го, и она вернулась в Куйбышев, чтобы вспомнить все до мельчайших подробностей. О чем ты будешь с ним говорить? Ну как же вы это, Евдокия Семеновна? Что было на столе? Знают цветы. Золотое сердечко было у Кати. И надо сказать, что ей было, что вспомнить. Например, возле этого дома, на бывшей Николаевской, теперь превратившейся в Чапаевскую 98. Это здесь она жила с родителями и сестрой Сашей, поселившись во втором этаже в квартире, выходящей тремя окнами на улицу. Квартира, которую заняли Волжины, была служебной. И семья поселилась здесь только тогда, когда мать Катюши получила место заведующей столовой для голодающих. Столовая находилась во дворе этого дома, откуда можно было пройти на Саратовскую, где размещался приют попечения обедных. Отапливался дом тоже из столовой. А кроме этого, Волжины ежедневно имели два бесплатных обеда, что было совсем не лишним при их более чем скромных доходах. Живя в этом доме, голубонька Катя училась в Самарской женской гимназии, окончив которую летом 1895 года начала служить в Самарской газете корректором. Там она и познакомилась с ним, с Алексеем Пешковым. А под новый 1896 он сделал ей предложение. Правда, ее родители запретили ей даже думать о нем. Одумайся, Катя, кто он такой? Босяк, а ты дворянка. Да, не богатая, беспреданница, но дворянка. О чем ты будешь с ним говорить? Любовь, увлечение, все это пройдет. А что дальше? А дальше была его всемирная слава, миллионные тиражи книг, печали, радости, двое детей, расставания. В 1934-м внезапная смерть их общего сына Максима. А в 1936-м не стало и его, Алексея Максимовича. Может быть, об этом и вспоминала в мае 1948-го года, стоя возле этого дома, голубенька Катя. Это сюда, когда-то почтальон почти каждый день приносил письма от него. И в каждом слове этих писем жила любовь к ней, тоска и вера в их общее будущее. Катя, Катя, как мне тоскливо без тебя, как я одинок. Твой Алексей. Да разразят меня громы небесные. Очень я беспокойный и очень непонятный человек. Сколько во мне противоречий, боже мой. Говорят, что меня нельзя любить, и, пожалуй, это так и есть. Катя, в видах твоего самосохранения подумай, что именно тебе нравится в Алексея Максимовиче Пешкове. Он недостаточно просто ясен, а к тому же слишком убежден в том, что не похож на людей и слишком рисует с этим. Затем он груб и воспитан, с чем тебе придется считаться. Он раздражителен и даже порой зол. Качество совсем не первый сорт, но это его психология. По всем причинам подумай, Катя, о Пешкове. Я возвращусь еще к этой теме, а пока будет. Скучно выщипывать из своего сердца куски мяса. 25 мая 1948 года Екатерина Павловна Пешкова в сопровождении сотрудников Хуйбышевского музея Горького посетила здание, которое занимала когда-то редакция Самарской газеты. Размещалось это здание на бывшей Алексеевской площади, теперь превратившейся в площадь революции. Это здесь она когда-то вычитывала гранки Самарской газеты. И здесь же познакомилась с ним, Алексеем Пешковым. Но ее нынешний визит в бывшую редакцию был связан не только с желанием предаться воспоминаниям о тех далеких годах. Здесь была назначена ее встреча с когда-то работавшей в газете заведующей конторой редакции Евгенией Семенной Ивановой. Евгения Семенна была тронута вниманием к ней Пешковой, прослезилась и долго не могла произнести ни слова. А когда наконец успокоилась, Екатерина Павловна спросила, как же так, Евгения Семенна, ведь вы никогда не были склонны к выдумкам. А тут прочитал я ваши воспоминания об Алексею Максимовиче и идее удалось. Такого начиталось, что не в сказке сказать, не пером описать. На глаза Ивановой снова навернулись слезы. Простите меня, Екатерина Павловна, простите, если можете. Это все Фролов, который составлял книжечку. Многое из того, что я написал, вычеркнул, другое вписал сам, сказал, что иначе не примут. Может быть, надо было настоять на своем? Но я согласилась, дала слабину. Ну что ж, слабину, так слабину. По винную голову меч не сечет. Только вот мы как с вами договоримся, Евгения Семенна. Сейчас попробуем восстановить все, как было дело. Я запишу, а вы ваши слова подпишите. Хорошо? Ну, давайте начнем. Степанида Спиридоновна Шаркова, учительница, уже померла. Горячкин тоже помер. Никиту Егорча я что-то не помню. Старая стала, памяти нет никакой. После Самарской газеты я заведовала книжным магазином на Дворянской улице. В этом магазине и нелегальная литература была. За это меня восемь раз арестовывали, и около года я отсидела по суду в крепости. Работала преимущественно в политическом Красном Кресте. Через политических катаржан и пенсию получила. Про Алексея Максимовича помню еще, что тем ему иногда давал Гусев, заведующий типографией Жданова. Так Алексей Максимович их подписывал 2Г. Дескать, Гусев и Горький. Екатерина Павловна, все, что вы расскажете, очень важно для нас. Какой была комната, какие занавески на окнах, что было из мебели. Алексей Максимович жил здесь с декабря 95 по мая 96, верно? Верно. Екатерина Павловна Пешкова и научный сотрудник музея Горького Александр Васильевич Соболев подошли вот к этому дому на Куйбышево, 91. Алексей Максимович переехал сюда в декабре 95-го от Кишкиных. Тогда этот дом был известен в Самаре как дом Шумовой. Здесь, в квартире 12, жила сноха Марии Сергеевны Пазерн Анастасия Уарвна-Лиалина. Вот у нее-то и снимал комнату Алексей Максимович. Что я еще помню и могу рассказать о комнате? Она была самой обыкновенной. Белый потолок, стены окрашены светло-голубой краской. Пол тоже окрашенный. Те же два окна, те же две двери. Одна входная, а другая в соседние помещения. Знавески на окнах самые обыкновенные, укрепленные на карнизе. Между окон стоял ломберный стол, перенесенный от Кишкиных. Он был накрыт скатертью. На столе стеклянная круглая чернильница и листы бумаги. Что еще? Ах, да, конечно, керосиновая лампа и два карандаша. Красный и синий. Всегда аккуратно очиненные Алексеем Максимовичем. Вот здесь он и жил, когда мы начали с ним встречаться. Сюда возвращался, прободив меня домой. Здесь писал мне письма, когда я уезжала в Кронштадт. А в мае 96-го отсюда уехал в Нижний. Удивительно, что двор и дом с тех пор почти не изменились. А ведь прошло больше 50 лет. Вслед за этажеркой по правой стороне комнаты располагалась кровать. Тоже самая обычная, железная. Такая же, как у Кишкиных и с тем же убранством. Комод был старый, темного цвета, с выпуклыми ящиками. На комоде стояло овальное зеркало и лежали некоторые предметы туалета. Стулья были венские или очень на них похожие. С соломенной решеткой на круглых сиденьях с изогнутыми спинками. Один стул стоял у стола. А вот вешалки не было, так как раздевались в коридоре. Такой я запомнил комнату, в которой жил Алексей Максимович. До нашей с ним свадьбы. Потом все будет иначе. Но это уже не Самара. Голубенька Катя, нам с тобой нужно очень торопиться. 26-го свадьба и, пожалуйста, 26-го уже назад. 29-го мы уже в Нижнем и даже на ярмарке, где делаем разные хозяйственные покупки. В это время покупать все дешево и выгодно. Кто знает, нет ли его письмо. Она вспоминала в мае 48-го, когда плавала с куйбышевцами на пароходе Пушкин по Волге. Она еще жила в Самаре, он в Нижнем. Но они уже знали, что вскоре поженится. И с нетерпением ждали, когда же это произойдет. А венчаться я готов хоть сегодня. Черная пара есть и даже очень есть. 29 рублей стоит. Я никогда раньше не позволял себе такой роскоши. А пока прощай, голубка Катя, твой Алексей. Они обвенчаются в августе 96-го. Поселятся в Нижнем и будут счастливы. А потом он познакомится с Андреевой, уедет с ней в Штаты, а она останется в Нижнем, где в августе 906-го схоронят их дочку Катю. Мама светло разукрасила гробик. Дремлет малютка в воскресном наряде. Но и это еще не все. Потом будет ее жизнь за границей, в Париже, работа в партии эсеров, политический Красный Крест, организация помощи политзаключенным, разбор горьковских писем в архиве и публикация его писем к ней. Но обо всем этом она не скажет в Куйбышеве в мае 48-го года ни слова, потому что она умела помнить, но умела и молчать о том, о чем говорить было еще преждевременно. А пока прощай, голубка Катя. Смотри, как я раскис без тебя. Солнца нет и вянет сердце твой Алексей. С вами был Михаил Перепелкин.